Как начать правильно выцерковляться и какие книги читать? Очень хороший вопрос. Чувствуется, что человек задумался или о себе, или о своем ближнем, с которым он, в общем-то, столкнулся, и правильно поставил вопрос, с чего надо начать правильно выцерковляться. Это, естественно, чтение Священного Писания. Правильное выцерковление – это та благая весть, которую ты получаешь из этого видимого мира. А благая весть, она у нас и называется в церковной среде, Евангелием. Благая весть о нашем с вами спасении, о приходе вы в мир Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, о деле, которое Он совершил ради нашего с вами спасения. И для того, чтобы это дело спасения, оно в нас с вами жительствовало, Господь оставляет церковь, в которую человек должен войти. Войдя в церковь, он должен что-то там, наверное, делать, приобрести, он должен как-то почувствовать на себе, именно зачем он сюда пришел. Зачем же мы приходим в церковь, причем церковь мы здесь с вами подразумеваем не как строение, не как кирпичи, краски и тому подобное, а как именно церковное сообщество людей, верующих во Христа. И вот церковление, оно и начинается с самого главного в церкви, с того, с чего начал сам Христос, восприняв или поддержав слова, с которыми, в общем-то, вышел на проповедь Иоанн Креститель. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Придя в церковь, мы начинаем с покаяния, вместе с покаянием мы совмещаем причащение, самое высшее таинство, и именно через причастие мы с вами начинаем понимать, зачем вообще все здесь устроено Богом, все то, что мы называем церковью, все то, что мы называем именно институтом спасения. И когда мы с вами вкушаем Евхаристию, то, в общем-то, мы совершаем то, ради чего церковь здесь на земле и Богом и основана. И давайте вот немножечко об этом с вами и поговорим, разберемся и посмотрим. Про книги мы тоже обязательно с вами скажем. И Господь наш Иисус Христос, когда приходит в этот мир, то в первых, скажем так, строках общения со своими учениками, мы это читаем в Евангелии от Иоанна в шестой главе, он говорит им о Евхаристии, он говорит им о причащении тела и крови своей. Потом эта же идея будет не просто, скажем, развита и озвучена, она будет уже воплощена на Тайной Вечере, прямо накануне своего славного воскресения, прямо накануне своего страшного распятия, прямо накануне сошествия в ад, откуда Господь выводит всех праведников, то есть всех тех, кто захотел выйти вместе со Христом в жизнь вечную. И говоря о Евхаристии, мы с вами должны сказать это на основании, ну, наверное, всей библейской истории. Когда Господь творит первых людей, то Он непосредственно общается с ними напрямую. Он ходит в раю, Он говорит с Адамом и Евой, Он наполняет абсолютно всё, и это наполнение первые люди у нас ощущают. Даже после того, как Адам был изгнан из раю, у него появляются дети, то и люди, которые первые люди на земле, они напрямую общались с Богом. Господь напрямую говорил с ними. Об этом мы читаем в книге Священного Писания, когда, допустим, Господь говорит, я уж не беру сейчас пример праведников, которые на протяжении всей истории напрямую общаются с Богом, а простых людей, и даже, можно сказать, таких грешников, как Каин, который был первым брату-убийцей на земле. Он напрямую общается с Богом, когда Господь, к примеру, обращается к нему и говорит, что положу печать на лице твое, и так далее, и там подобное. И человек в том состоянии ещё умел общаться с Богом. Он слышал Бога напрямую. Но проходит какое-то определённое время. Мы с вами знаем, что без веры невозможно спастись. Только именно через веру мы входим в жизнь вечную. Эта вера, она должна быть в человеке трёхсоставна. То есть человек, как он творится, духовным, душевным и телесным. Всё, на всех уровнях человек воспринимает Бога общение, то есть исповедует Бога. И вот первые люди, они напрямую воспринимали, можно так сказать, на духовном уровне Бога. Естественно, всё это распространялось и на душевную, и на телесную жизнь. Мы это видим, в общем-то, из Ветхого Завета. Но проходит время, грех в человеке и в окружающем мире берёт силу, преобладает, и человек уже становится неспособным на духовном уровне воспринимать Бога. Тогда Господь переходит к нему уже на душевное общение. Поставляются пророки, которые интерпретируют волю Божию для человека. И уже Господь с людьми говорит через своих пророков. Это не значит, что это понижение какого-то градуса общения или важности общения. Это всё равно Господь делает всё, чтобы человек был верующим человеком. И человек уже вот именно на этом уровне общения, ну, на душевном уровне общения, исповедует Бога. И именно так он может и сохранить Бога общение. Именно так он может надеяться на обожжение, когда придёт конец времён, чтобы войти в вечное блаженство. Но не останавливается человек в своём грехопадении, и Господь уже перестаёт слышать пророков, убиваются пророки за определённое время до пришествия Христа. И Господь тогда посылает Сына Своего Единородного, как мы помним, Господь об этом даже притчу говорит нам с вами о виноградарях, посылает Сына Своего Единородного, чтобы мы, приобретя общение с Ним, Бога общения, также исповедовали Его Христа своим Спасителем, тем, через кого мы обоживаемся, входим в Царствие Небесное. И Господь наш Иисус Христос, придя в этот мир, оставляет нам очень много разных инструментов, механизмов для нашего с вами преображения, изменения. И оставляет единственный, скажем так, механизм, средство нашего с вами исповедования Богом. Это Святая Евхаристия. То есть тот человек, который причащается телу и крови Христова и исповедует это причастие, то есть исповедует, что он причащается телу и крови Христова, он имеет жизнь вечную. То есть когда мы с вами, допустим, это очень хорошо тоже знают священники или алтарники, которые стоят с платом около чаши, то встречают такие случаи, что очень сердобольная, замечательная, допустим, бабушка приносит своего внучка на причастие от неверующих, скажем так, родителя, внучок крещеный, естественно, она хочет его как-то облагодетельствовать, а он, скажем так, не имеет навыка хождения в храм, не имеет навыка молитвы, ему здесь много людей, ему страшно и так далее, и тому подобное, незнакомое. Он начинает сопротивляться, бабушка подносит его, к чаше, стискивает его руки, ножки, вот тот кричит, возмущается, иногда закрывает рот, и бабушка говорит, что не бойся, сейчас открой ротик, сейчас тебе дадут компотик. Это не грех против Бога. Бог, поругаем, не бывает. Это грех против внучка, совершает эта бабушка. Она закрывает ему возможность исповедования Христа своим спасителем на подсознательном, естественно, уровне. То есть полностью человек это осознать не может, как это так, он может причаститься телу и крови Христовы. Но человек, исповедующий это, даже пусть подсознательно, даже пусть с помощью своих близких родственников, он входит в именно исповедание Христа, и именно через это он приобретает спасение. Поэтому очень важно в церкви, при воцерковлении, при постоянном нахождении в церкви, быть именно причастником тела и крови Христова, регулярно исповедоваться и причащаться. И это главное действие, которое должно произойти с человеком по воцерковлению. Недостаточно прекрасно знать Священное Писание, недостаточно разбираться в догматике, недостаточно быть членом общины и творить добрые дела. Человек должен исповедовать Христа своим спасителем, человек должен исповедовать Христа своим Богом, он должен быть именно его, Христов человек, Христов ученик, Христов наследник. Что же важно для воцерковляющегося человека? Естественно, как мы уже сказали, Священное Писание, естественно, как мы с вами прекрасно понимаем, научение, это научение, оно может быть самостоятельным через книги. Сейчас очень большая возможность этому есть. Начните с простого, только не улыбайтесь. Начните с закона Божьего, Слободского, который ведет вас очень мягко, аккуратно в те основы православия, которые мы с вами потом глубоко сможем не только изучить и познать, а, в общем-то, воспринять. Естественно, здесь очень важно, чтобы человек, который желает узнать больше о Боге, о своем Спасителе Христе, о Церкви, о святых, чтобы он регулярно пополнял или обновлял свои знания катехизисом. Катехизис — это краткое изложение православного учения. Вот у нас на приходе, к примеру, мы с определенной периодичностью раз в три года после Пятидесятницы напоминаем нашим прихожанам, что хорошо бы было бы за время Петрова поста обновить летом свои знания и перечитать, опять же, повторюсь, с карандашом катехизис Русской Православной Церкви или, естественно, катехизис митрополита Филарета Московского или катехизис, который уже выпущен сейчас под редакцией протерея Олега Давыденкова. Перечитать, вспомнить, обновить свои, в общем-то, знания, потому что каждый раз мы все читаем по-новому, у нас что-то новое, в общем-то, волнует. Ну, а книги, которые хорошо бы было бы прочитать, кроме тех, которые я уже перечислил, здесь, естественно, очень большой спектр этих книг и было бы замечательно и хорошо, если бы в первые моменты, шаги вашего воцерковления рядом с вами был бы добрый христианин, желательно, чтобы это был священнослужитель, священник, который бы вам мог подсказать то, что вам необходимо. Каждый человек имеет разный характер, каждый человек имеет разный эмоциональный фон своей, в общем-то, жизни. И, наверное, вот именно учитывая это, было бы хорошо, чтобы вам что-то порекомендовать. Но для всех я могу, в общем-то, порекомендовать книгу «Поучение Авадорофея». Совершенно замечательная книга, которая настроит вас на православный лад христианина, как, в общем-то, нужно жить в этом мире, как реагировать на окружающие, скажем так, события этой жизни. Ну, а все остальное пусть порекомендует вам ваш близкий христианин, можно так сказать, ваш крестный, потому что крестный — это не тот, который держал вас, не только тот, который держал вас на вашем крещении, но, в первую очередь, тот, который должен везти вас в церковь. Крестные к этому призваны. Но, к сожалению, не всегда крестные сами находятся глубоко погружены в лоно православной церкви, хотя мы пытаемся это требовать даже от крестных. Или пусть ваш духовник, священник подскажет вам, что именно вам необходимо почитать на пути воцерковления именно вашего. На протяжении многих лет вы читаете Священное Писание, вы его хорошо знаете. Может быть, вы только один раз прочитали Священное Писание и уже считаете, что вы его хорошо знаете. Портал «Икзегет» приглашает вас проверить эти знания в своей викторине по Новому Завету, которая подготовила именно для вас вопросы, чтобы вы оценили свое знание Священного Писания. Две с половиной тысячи вопросов по Новому Завету. Те вопросы, которые построены именно на текстах Нового Завета, которые откроют вам глубину Нового Завета и глубину ваших знаний. Заходите, спрашивайте себя, отвечайте, получайте результат, и вы увидите, что вы хорошо знаете Новый Завет. А после прохождения викторины еще лучше будете в нем ориентироваться, разбираться и познавать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok